городской центр сан-франциско здравствуйте здравствуйте меня зовут уильям бек доктора нет он ушел мистер бек вы его пациент мы с ним встречались однажды в беркли вы из университета я там работал по приглашению очень уставал не высыпался мне нужно снотворное не смотрите на меня так я никакой не наркомана просто человек у которого бессонница прилечь не пробовали говорят помогает да ложится принимал теплую ванну аспирин в юности я мог не спать по 3-4 дня стал постарше 3-4 дня до 4 без малого не волнуйтесь это называется синдром не спящих у меня это бывает присядьте я позвоню доктору домой в юности я мог не спать по три-четыре дня а теперь спокойно вы это уже говорили тихо его нет если хотите могу помассировать вам плечи я это умею ну хорошо вы из тех самых гениев сегодняшней газете статья симпозиум гениев в университете для газет гений тот кто умеет считать вы не похожи на гения не захватил очки я не знаю что такое бессонница что вы делаете ночами вчера учил испанский язык вы нас ночи с синьорита наверное иногда выпивали я еще с колледжа играю в футбол никогда не увлекался алкоголем вы уже взрослый двойной сухой мартини помогает уснуть вам хоть немного лучше ну день становится приятным обычно у меня результаты лучше а почему сухой мартини почему именно сухой мартини по моему на вкус лучше если вы его пьете я хочу спросить спасибо спасибо вам да скажите доктору что заходил билбек 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 да я очень спасибо спасибо кэти это джулия сможет принимать мои звонки не надо пораньше уйти сидеть с больным другом спасибо я хотел спросить я буду рада вы похожи на того кто не высыпается но не очень вы не знаете обычно я выше на 3 сантиметра какой наукой вы занимаетесь я физик-теоретик работаю над государственной программой туда собрали всех странно обычно мне трудно говорить с людьми меня прозвали молчаливый сам но я бил я уже говорил а мне обычно трудно массировать людям плечи я джули бар и гриль добрый вечер добрый двойной мартини сухой нет тройной спасибо приятно знать что в этом здании есть такое спокойное тихое местечко вы любите выпить у меня дома самогонный аппарат который гонит мартини музыку можно не так кнопка ничего кого из вас провожаем добрый путь друг жалко что здесь темновато и вас плохо видно вы необычайно красивая девушка а вы необычайно странный мужчина кажется я краснею и устаю от света в глаза откуда вы родом из небраски у папы там ферма а вы я родился в море на нефтяном танкере отец был капитаном учил меня астрономии это мой главный интерес как это пьют медленно или залпом не важно вы умеете доить коров у вас есть коровы или вы спросили просто так интересно небраска все таки умею доить вы не допили лекарства теперь я не хочу спать вам надо спать это говорится человеку сидящему хорошо не надо вы не могли бы встать и пойти в туалет пожалуйста зачем я не успел рассмотреть ваши ноги у вас чулки не с блеском это все что вы можете сказать я не помню о чем мы говорим о моих ногах что можно сказать о них я лучше сяду а я сейчас буду спать я в отеле фэрмант если вдруг отключусь вам хватит на такси зачем отвезти меня а то я без денег выпивка за мой счет я забыл предупредить вы думаете у меня есть деньги если девушка умеет доить храни боже маму и папу и плюшу его мишку и особенно джули которая меня выручает вот уже реакция причина сухой мартини эффект все в тумане пожалуйста сядь поближе к свету у тебя идеальные ноги у меня язык заплетается да а если бы не подействовало я бы потратилась еще ясно тебя не смущает что я бы совсем опьянел нет пои меня время от времени ладно можно доброй ночи джули доброй ночи билл привет сэм доктор бэк вел себя хорошо тихо он уж конечно тихо я пойду сварю ему кофе ты хочешь нет миссис бэк спасибо но если хотите я ему отнесу все равно туда пойду сэм тогда для меня день потеряет смысл вы ж молодожены думаешь мы женаты недавно нет может год пять это правда пять лет пять с хвостиком спасибо сэм спасибо алло привет грант билл опять в обсерватории позвони ему туда но он может не услышать или не ответить я никогда не пойму для чего физику теоретику телескоп когда я спрашиваю он говорит кто понимал для чего ньютону яблоко у тебя дело грант мне нужна помощь точнее нам с новой ракетой над которой мы работаем есть проблемы латеральная вибрация латеральная что ее трясет в общем да я ему скажу он тебе позвонит ну что вот 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 Билл, ты наверху? Билл? Билл, в доме пожар. Прилетели марсиане. Пришли три танцовщицы, голые, как медузы. Знаешь, что медузы голые? Ты ешь или не будешь смотреть телевизор. Что? Что это? КОНЕЦ Джули, ты цела? Я оступилась, нога сорвалась. Не волнуйся. Если упадем, то вместе. Будем так делать чаще. Почему ты меня не позвала? Долго сидела там? Успокойся. Мне сейчас так хорошо. Джули, ты не говорила, что страдала ревматизмом? Мне было шесть или семь лет. Я болел в год. Мне сказали, что можно об этом забыть. У тебя есть красивые пижамы в кружевах? Я не очень люблю кружева. У меня что-то с сердцем, Джим, правда? Я теперь умру? Ты же все понимаешь. Ты работала со мной и видела, что сердечники часто живут дольше здоровых. Научись с этим жить. Для начала полежи в постели. Почитай хорошие книжки. Когда же еще на них есть время? Лежи и отдыхай. Я не могу сказать об этом Биллу. Билл не ребенок, Джулия. Хотя ты с ним так обращаешься. Скажи честно, для меня это вопрос времени? Все мы когда-нибудь умрем. Но в данном случае все зависит от тебя. Я хорошо себя чувствую, как до этого сердечного приступа, так и сейчас. Да. Ты плохо знаешь Билла. Он сказал, и я ему верю, что начал жить, лишь когда мы встретились. Если он узнает, что я умираю, то и сам тоже умрет. Так же было бы, если бы мы поменялись ролями. У нас не просто счастливый брак, у нас у нас любовь, нашему роману пять лет, пять с плюсом. Будь у нас ребенок, это привязало бы его к жизни. Если бы был ребенок. Но его нет. Ты не думала усыновить? Думала. Но я отнимаю у тебя время, как те пациенты, которые сбивали тебе весь график. Выпиши мне лекарство, я поеду домой. Какое? Я приехала с разбитой лодыжкой, все видели. Скажи, трещина в лодыжке, надо полежать. Из-за трещины в лодыжке не лежат. У тебя трещина в берцовой кости. Что это? Увидишь. Сестра, странное у нас распределение ролей. Врач-то здесь я. Странно будет иметь тайну от Билла. Я от него ничего не скрывала. Да, доктор Миллер? Принесите, пожалуйста, гипс. Да, сейчас. Джим, трудно взять приемного ребенка. Много условностей? Сначала надо выздороветь. Фиротский приют Этот месяц у мистера и миссис Фрейзер был очень хорошим. Лучшая семья, где я жила. Я уверена, ты им понравилась. Они бы тебя оставили, если бы могли. Нет, им тоже я не подошла. Нет, я никому не подхожу. И все равно это был очень хороший месяц. Детский пляж Сиротский приют Привет, Хитти! Дай помогу. Нет, спасибо. Не бойтесь, я плакать не буду. Я рада, что вернулась. Тут хорошо. О, Хитти! Хитти! С приездом! Я скучала. Спасибо, мисс Макмастерс. Как тут поживают наши игрушки? Хорошо, Хитти. Я пойду накормлю их. Я знаю, что они любят. Привет! Привет! В третий раз можно привыкнуть. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С тобой он молчит? Говорит, ну, простейшие слова Чем ты так сильно занят? Поработал бы у нас Изучаю проблемы высоких температур А конкретно солнце Возможно, я вообще не получу результатов А если получу, это будет новое топливо Тугоплавкие металлы, светочувствительные приборы Хорошо, я умолкаю Оставляю тебя в покое Мне хватит пары лет Билл, освободи этот выходной, если можно Позовем гостей Гостей? Это не страшно, гостей Позовем Гранта и всех, кого знаем Обоих Спасибо, Джули Спасибо Поставь все под нос, Сара Он сейчас придет Иди есть, человек-гора Билл? Простите, Сара Ничего, мистер Бек, ничего Что, поесть? Мясо Не знаю Почему я все время на нее натыкаюсь? Ты ей симпатизируешь? Хорошая тетка, да? Но я мечтаю жить в собственном доме Как нога? Мой прибор говорит, все нормально Джим сказал, все хорошо, скоро снимет гипс Без него лучше, но хорошо было всегда знать, где ты Билл? Дом такой большой Три этажа, чердак Огромный дом Он снят на 11 лет, а потом переедем Нет, я не об этом Может быть, ты не против, чтобы здесь с нами Жил кто-нибудь еще? Что ты предлагаешь? Давай возьмем приемного ребенка Зачем? Так, не зачем, просто Разве это плохо? Конечно, если ты не хочешь Я много работаю, а ты скучаешь? Нет, дорогой, не знаю Пока я здесь лежала, я думала об этом Ты тоже подумай Может, возьмем постарше? Мальчика, чтобы играл в бейсбол Хоть польза будет Я узнаю, усыновляют ли бейсболистов Я сказал глупость Ты не хочешь, потому что сама не играешь? Бери девочку Дорогая, бери любого ребенка, кого захочешь Я очень люблю тебя Но лучше того, у кого хороший бросок Суббера live Суббера Суббера Не понимаю, зачем она бьет ножкой? Это какой-то ритуал? Она лошадка. Уже два дня, поэтому я вызвала вас. Ее не взяли в три семьи, у нее проблемы с общением. Ну, судя по ее прошлому, это неудивительно. Это мистер Райникер, Хитти. Он приехал из Сан-Франциско, чтобы поговорить с тобой. Мы с Хитти пойдем туда. Погуляем, да? Пошли. Хитти, на свете есть много странных профессий, в том числе моя. Мое дело – разговаривать с детьми. Правда, глупо? Я помогаю детям понять разницу между жизнью и выдумкой. Хитти, вернись! Хитти! Хитти! Ну, все, все. Хитти! Хитти! Так вот, насчет жизни и выдумки. Надо задуматься, например, для чего ребенку надо притворяться, скажем, лошадкой. Лошадки нужны всем. Они нужны людям. О них заботятся. Их любят. Лошадка Хитти. Хитти! 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 Простите, я ловлю одну девочку. Не знаете, где здание С, корпус мальчиков? Похоже, я заблудилась. Вам туда. Хитти! Хитти! Осторожно! Она кто, лошадка? Да. Я была лошадкой лет до 13. Дайте ей сахарку. У меня нет сахара. Притворите, что есть. Хи-хи-хи-хи! Я хочу научить ее различать реальность и фантазии. Простите, я не хотела. Нет, ничего, спасибо. Корпус мальчиков там. Спасибо. Спасибо вам. Хи-хи-хи-хи! Хи-хи-хи-хи! Хи-хи-хи-хи-хи! Хи-хи-хи-хи-хи! Простите. Видно, я все еще лошадка. Послушай, девочка, ты больше не лошадка. Ты меня поняла? Да, сэр. Это первый шаг. Теперь шаг второй. Хи-хи-хи-хи! Хи-хи-хи-хи! Привет! Хитти, где ты? Это ты, Хитти? Тебя зовут. Вы меня отдадите? Отведете к нему? Ну, пошли. Вы приехали взять ребенка? Меня не берите. Я нигде не приживаюсь. А что с тобой не так? Я все время выдумываю. Понимаю. Но если я перестану выдумывать, тогда... Тогда что? Тогда я не буду никем. Вообще никем. Хитти! Мы сейчас. Она со мной. Его зовут Райникер. Мистер Райникер. Мы идем, мистер Райникер. До свидания, Хитти. Ты Хитти с буквы? А полностью мехитабл. Мехитабл? Видно, мама любила кошек, поэтому дала мне кошачье имя. Хитти! Хитти, где ты? Хитти. Хитти. Очень плохо, что ты от меня убежала. Она больше не убежит. Правда, Хитти? Ну, очень далеко не убегу. Хитти! Мяч! Брось мяч, Хитти! Она бережет свои фантазии. Боится, что без них не будет никем. Она милая и умная девочка. Она выправится. Это последствия болезни, которые она перенесла. Продлежала почти год. Что с вами? Ничего. Я подумала, многим детям случается так болеть. Мне тоже пришлось. До свидания. До свидания. Ну что, Хитти, мы теперь будем послушными, да? Да, сэр. Да, сэр. Привет. Когда приходил адмирал с женой, ты всего лишь поставила цветы. Профессору Хофенстайну Нобелевскому лауреату дала пепельницу. А для восьмилетней девочки ты переставила мебель, все вымала, испекла торт и платье новое. Надо, чтобы ей у нас понравилось, иначе ее не отдадут. Воспитательница сказала... Да, ты говорила. Не волнуйся. Когда она увидит, как я жажду взять девочку, каким хорошим отцом я буду. Меня волнует одно, милый, что ты не умеешь лгать. Это они. Билл! У тебя на галстуке пятно. Хорошо, побегу одеваться. Здравствуйте, миссис Бек. Здравствуйте. Мы приехали раньше. Ничего. Хитти? Ты меня помнишь? Неделю назад, когда ты играла в лошадку. Я же сказала, что нигде не приживаюсь. Хитти, ты приехала на один день. К ужину ты вернешься в приют. Ты очень хочешь вернуться? Сегодня пятница. На ужин будет сыр или тунец, а может, макароны. Да, с этим трудно соперничать. Но я рада, что вы меня пригласили. Спасибо. Спасибо, что приехала. Хитти. Доктор Бек, дом? Да, он здесь. Проходите. Спасибо. Я хотела с ним увидеться. В офисе было мало времени. Правда, красивая комната, Хитти. Хитти, что ты скажешь? Правда, красивая комната. Вот и я говорю. Хитти не должна ничего говорить. У нас в доме правила. Говорить никто не обязан. Давай целый день не говорим ни слова. А вы Хитти. Я наслышан о вас. Вы не сказали, что вы замужем? Меня зовут Билл. Я многих шокирую. Билл очень хотел с тобой познакомиться. Он хочет, чтобы тебе здесь понравилось, и ты стала жить с нами. Да, Билл? Да, правда. Меня зовут Билл. Я занимаюсь арифметикой. Я терпеть ее не могу. Обращайся к доктору Бекку, Хитти. Смотри на него и говори с ним. Он не кусается. Терпеть не могу арифметику. Миссис Бекк, побудьте пока с Хитти, а мы с мистером Бекком поговорим в другой комнате. Пожалуйста. Да, конечно. Мы можем перейти в библиотеку. Сними пальто и шляпку. Веди себя хорошо. Не плюй в чай. Я понимаю, вы уже заполнили сотню анкет. Но у меня к вам осталось несколько вопросов. Так. Ты не любишь чай с молоком? Маленькой я в него плевала. Вы зажжете свечки? Когда вернутся Билл и мисс Макмастерс. Знаешь, Хитти, если все будет хорошо, и ты переедешь к нам, нам с тобой придется заботиться о Билле. О мистере Фрейзере никто не заботился. Бывают особенные люди, Хитти, которые... Вот, смотри. Ты играла в лошадку. Лошадки бывают разные. Ты была рабочей лошадкой? Я была породистой. Я была с кокуном. Побеждала на бегах. Тогда ты знаешь, что породистые умнее и быстрее. Но в то же время им нужно больше заботы, чем обычным лошадям. Билл тоже особенный. Он такой человек, который может изменить мир. Их называют гениями. Они изобрели колесо, зонтики, рыбные палочки, атомную бомбу. Если ты переедешь к нам, это будет твоя задача и очень важная. Ты мне поможешь заботиться о Билле и любить его? А вы его любите? Очень. Можно мне две полные ложки сахара? Говорят, что я зубы испорчу. Но только сегодня. Конечно. Но ты мне не ответила, Хитти. О чем? О Билле. До этого я никого не любила. До чего? До вас. Давай я положу тебе три. Как мне вас называть? На ты. Называй нас Джули и Билл. Что ж, надеюсь, и нам достанется чай. Да, его много. Спасибо. У нас все хорошо. А мы поговорили об удочерении. Мне без сахара. Поговорили? Да, они это не пригодствуют. Разумеется, часто мужья согласны установить ребенка, чтобы задобрить жену вместо шубки или колечка. Если бы все мужья были, как мистер Бек. Редкий мужчина так хочет стать приемным отцом, так волнуется о ребенке. Приезжайте ко мне в среду, и мы все это обсудим. Я буду вас ждать. Договор об удочерении. Красиво поют. И в мою первую ночь. Мы попросили их. Для тебя. Да ладно. Это сборщики винограда из Мексики, и поют они по-испански. Я говорю, как учительница, да? А он не хочет выйти. Позовем его? Не он Хитти, а Билл. Билл, позовем его? Вот, вызови Билла. Билл! 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 Хитти, беги вперед. Позови его. Нет. Беги. Билл будет рад, и я тоже. Хорошо. Билл! 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 Дунь ему в ухо. Я? Ты научишься. Давай, легонько подуй. Как щенку? Я дула щенку в ухо. Как будто он щенок. Мы с Хитти зовем тебя слушать пение. Ну что, уже лето? Они поют почти час. Ну, надо же. Луна, как желтое яблоко, а звезды, как светлячки. И все, как в книжке или как по телевизору. Хитти, иногда реальность гораздо интереснее выдумок. Это очень важно, Хитти. Знаешь, сколько бед миру принесли выдумки? Предрассудки, плохие приметы, египетские боги. Египетские боги? Колдовство, заговоры, черные кошки. Все это выдумки. А есть правда. Есть факты. Мы хотели показать вам эту красоту. Хитти, беги скорее. Открой, а впереди, Сара. Да. Скорее уже ночью, может случиться чудо. Мы с утра не виделись. Дорогой, она у нас первый день. Нет, постой. Мы виделись за завтраком, обедом и ужином. Да, но... Хочешь сказать, не одни? Мы виделись не наедине. Билл? Джули, Джули, Сара, Билл! Джули! Там медведь! Большой-пребольшой! Впусти его. Медведя в дом? Может быть, старый добрый Мишка пришел посмотреть в наш телескоп. Сара, впустите его. Хорошо, миссис Бек. Сюрприз! 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 Это гости к тебе, Хитти. С подарками. Меня зовут Грант. Вот Мишка, а еще есть жираф. Я Мэри, его жена. Это Сэм. Здравствуй. Я Дора. Это майор Андерсон, Хитти. Привет, Хитти. А я Нэнси. С первым днем, Хитти. Ну-ка, ну-ка. Дай помогу. Вот так. Все внимание. Тихо. Хитти? Пошли туда. Скажи, Хитти, ты знаешь, что это? Какой-то космический заяц? Нет, это пиньятта. Так начинают праздники в Мексике. Внутри у нее подарки. По ней надо стукнуть. Как можно сильнее. Вот этой тяпкой и метлой. Здравствуй, Хитти. Хитти, здравствуй. Мы тебе безмерно рады. Будь своей в семье прекрасной. Этой паре станет рады. Здравствуй, Хитти. Здравствуй, Хитти. Мы любим Хитти. WE любим Хитти. Вы моть любите. Вы м connaasti, Улим. Вы м analysts сよう. У нас можетatar another дуле. У нас может быть своих. Притти, Хитти. Притти, Хитти. Фортzing, Хитти. Форт있는 Хитти. Форт últimos Хитти. Фортинг в фильме. ышней, glucose мед, хил Șiдaca. Подождите закрывать. Мне нужна пара игрушек. Приходите завтра, мистер. Мне срочно. Девочки, 8 лет и 2 месяца. Нужно что-то развивающее. Развивающее. Нет, что-нибудь настоящее. Что-то помогающее изучать реальный мир. Вот. Она увидит клетки травы, что содержатся в капле воды. Как скажете. 21,50. Надо же, у вас есть и слайды. Кусочек слюды, речная вода, увеличенный человеческий волос. Для детей 14 лет. Я в 14 поступил в колледж. Рановато. На слайды смотрел в 6. Эта девочка большая умница. Купите лошадку. Ей точно очень понравится. Хорошо. Заверните. И это тоже. Да. А проекторы у вас есть? Где Хитти? Наверху. Я на минутку. Она еще не спит? Билл, дорогой, ты уезжал? Здесь кое-что для нее. Она и так знает, что ее одежда вообще все от нас с тобой. А я хочу подарок от себя. Она не спит? Нет, еще не спит. Ну что ж, тогда утром. Нет, ради этого стоит ее разбудить. Хитти. Хитти, дорогая. Привет, Билл. Мой подарок. Я тоже принес тебе подарки. Это пушка? Нет, Хитти, это называется микроскоп. Когда ты посмотришь сюда... Билл, это же Рольф. Рольф. Здравствуй, мальчик. Тебе нравится? Нашелся твой кузен, да? Не кузен, а брат. Рольф. Породистый конь. Нас разлучили индейцы. Это красивая игрушка. Я так играла. Тоже была породистой лошадкой. Ясно. Таким лошадям, которые мои родственники. Я даю имя Рольф. Семейное имя? Да. Ну все, теперь спать. Хорошие подарки, Билл. Да. Билл, это даже лучше, чем мишка Брауни. Теперь... У меня есть все. Да. И спасибо за микро... Микро... Спасибо за эту штуку. Нет, не бери за края, они острые. Спокойной ночи, детка. Спокойной ночи, Джули. Ну, спокойной ночи. Хочешь хороший микроскоп? Дорогой, она вырастет и оценит. Молодец, что ты купил и лошадку. Я ее не хотел. Хитти сказала, у нее есть все. Я согласна. Дорогой, она вырастет и оценит. Тебя побаловать. Привет, Хитти. Привет, Билл. Скорее, поднос тяжелый. Пожалуйста. Воскресенье. Как ты догадался? Если тут цветок, значит воскресенье. Если ветка, амелы – Рождество. Он не различает другие дни? Например, вторник или другой праздник? Нет, люди зря тратят время на такую чепуху. Спасибо, Хитти. Пожалуйста. Солнышко. Что? Да. Это я, Хитти. Хотела сказать, ты не нальешь Биллу кофе? Справишься? Попробую. Убросить. Попробую. Убросить. Большое спасибо, Хитти Хитти, Билл любит, когда рядом его халат А то его пригласят танцевать, а он не одет Еще кофе? Да, немножко Такого же? Точно такого, пожалуйста Пока он занят, идем застелим постели Он совсем ничего не умеет Думаешь, так они подружатся? Странно, со всеми другими она говорит безумно Им нужно время Не так просто получить полную семью все дни жизни Я не знал, что ты у нас такая пожилая женщина Мы могли бы вечно ждать своего ребенка Зачем торопиться? Давайте жечь костер Может, позовем их? Или подождем, пока они не заговорят? Или проголодаются до смерти Это вероятнее Справа руля! Боже, он был совсем рядом Кто это был, Хитти? Хитти? Прости Кто там был, белый охотник? Наверное, гиппопотам Малый вперед Ты уверена? В этих водах ни в чем нельзя быть уверенным Но попробуем Идет Здесь рыбы-людоеды Даже пальцем не трогайте воду Они звереют от запаха крови Двенадцать футов Бам-бам Рольф! Я уронила Рольфу в воду Рольф упал Он не утонет Там рыбы-людоеды Они его разорвут Хитти Здесь нет рыб-людоедов Это Калифорния Ты все выдумала Вот, смотри Он цел, видишь? Да, сэр Спасибо Что такое? Что случилось? Это я виновата Все сюда Обед готов Я зажарила дичь Идите, а то подгорит Так говорят у нас в Африке Здесь не Африка, а Калифорния Билл сердился, что мы в Африке Нет, милая, не сердился Может, и не очень сердился Но мы уже не в Африке Все сюда Все на берег Иди-ка сюда Африке Калифорния Африке О, нет. Сара? Сара? Сара! У Сары выходной, милая, и что? О, Билл. Мои формулы. Четыре месяца работы, четыре месяца невосполнимой... Это не Сара, Билл. Я решила стереть всю старую арифметику. Когда я была дежурной по школе, я очень чисто вытирала доски. Прости, Джули. Хитти, милая. Билл, она не хотела плохого. Но Хитти, Билл работает, и... Конечно, она не хотела плохого. Хитти, это не страшно. Я все вспомню. Это ничего. Только ты больше так не делай. Никогда ничего не сделай. Хорошо? Никогда не буду. Спасибо, Билл. Иди вниз, детка. Я сейчас. Начни убирать чулан. Я сейчас приду. Сможешь восстановить? Она только хотела помочь, наводила порядок. Нет, я... Я лучше придумаю сорок других формул. Мне жаль, Билл. Не будем об этом. Никто не виноват. Может, я что-то восстановлю, если вспомню основную формулу. Я хочу... Я хочу... Я хочу... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю вас. Доктора Джеймса Миллера нет на месте. Что ему передать? Номер Даглас 38100. Слушаю вас. Постараюсь найти доктора Миллера. Звонила экономка миссис Бек. Срочный вызов. ЗВОНОК В ДВЕРЬ У нее простудно. Или грипп, но только и всего. А я спешил. Подумал, вдруг она опять сломала ногу. Джули? Она здорова. Больна только Хитти. Только Хитти? Знаешь, все дети иногда болеют. Так уж заведено. Иначе не бывает. Джим, спасибо, что приехал. Девочки, так плохо. Джули, милая, мы опоздаем. Пожалуйста, позвони им. Я приеду позже. Здравствуй, Хитти. Здравствуйте, доктор. Вы собирались в гости? На ежемесячное научное мероприятие. Из-за меня много хлопот? Хитти, конечно, нет. Вот бы меня любили так, как она тебе, Джули. Ты здесь, Билл? Да. Ничего страшного. Ну, пусть полежит. Поднимется температура, вызовите меня. Ты был прав, Билл. У нее обычная простуда. Бедняжка Хитти, жаль ее. Джули, ты не наденешь пальто? Билл, ты очень обидишься, если я не поеду. Девочка там одна. Я знаю, Сара придет, если что, но лучше уж я останусь. Но Хитти будет спать. А я буду только в полусне. Пожалуйста, пойми меня, Билл. Из-за нее надо менять всю нашу жизнь? Билл, ей восемь лет. Я не оставлю ее одну. Я не то, что не хочу, не могу. Пойми, Билл. Хорошо. Он ведет себя как ребенок. Прости, Джим. Я впервые слышал, как ты повысила на кого-то голос. Неудачный день. Мне не нравится, как ты выглядишь, Джули. Ты не совсем здорова. Сядь, отдохни. Она очень хорошая. Он тоже. Но им трудно понять друг друга. Не зря усыновителям дают испытательный срок. Для проверки. Чего? Не обижайся, прости. У вас все получится. Со временем она и Билл... Нет, это не честно по отношению к тебе. Моей профессии, даже к этой девочке. Слушай. Это прозвучит жестоко, бессердечно, грубо. Но тебе вредно, Джули, вот так бурлить в душе, волноваться и сдерживаться. Помнишь, я советовал тебе взять приемыши? Но теперь я посмотрю тебе в глаза и скажу горькую правду. Ты сама ее знаешь. Эта девочка и твой муж не ладят. Чем дальше, тем труднее будет и тебе, и Хитти, а еще больше Биллу. Верни девочку. Что? Отошли ее назад. Я не могу так поступить. Джим, это невозможно. И возможно, и необходимо. Я люблю Хитти, слишком ее люблю. Больше, чем Билла? Она ребенок. Я люблю ее и его. Ты удочеряешь ее вместе с Биллом. Поговори с ним. Мы не во всем заодно, ты же видел. Он ответит, поступай как хочешь. Как я могу вернуть ее? Я не прошу тебя задушить ребенка, Джули. Ты будешь общаться с Хитти, навещать ее, проявлять свою любовь. Я считаю, физически она гораздо крепче тебя. Действуй, но не волнуйся. Мне пора, у нас к ужину гости. Спасибо, Джим. Прости. Тебе далеко ехать? Не так уж и далеко. Ты была моей лучшей медсестрой. Я больше такой не нашел. Если допустить, что все прежние виды ракетного топлива устарели и далеки от идеала, тогда нам останутся эксперименты профессора Райнхарта и поиски новых видов энергии. Я никогда не принимал их всерьез. Ни профессора Райнхарта, ни эти поиски. Возможно ли создать на основе радиации иную комбинацию, пусть не стабильную, пусть и не новую, но дающие подходы к новому виду топлива? Это сомнительно. Во-первых, каждая молекула содержит высший уровень энергии. Во-вторых, температура. au-вторых, температура. Сомнительно. ... ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok На ужин подали вареную курицу. Я почти ничего не ел. Сделаешь сэндвич? Мы поссорились, да? И я тоже не ела. Я бы съел на двоих огромный сэндвич с луком. Или с ореховым маслом и стручком фасоли. Для здоровья. Мы давненько не были вместе. Джули! Ей что-то приснилось. Это из-за температуры. Пойду взгляну на нее. Я на минутку. Пойду взгляну на нее. Я веду себя так, будто у нее пневмония. Этого нет, но я все равно боюсь. Ничего, милая. Скоро уже рассвет. Давай спать. Субтитры создавал DimaTorzok Надо же. Я не видела такой непоседы. С мороженым ты сидела бы тихо. Я сижу, я сижу, я сижу. Да уж, вижу, как ты сидишь. Джули! Я здесь, дорогая, здесь. У меня два дня, нормальная температура. Можно пойти плавать? Я не буду мочить голову, и я здорова. Да. Хитти, давай поговорим. Я ждала... Я только запишу в дневник, что пойду плавать. Я туда записала три дня. Вчера, сегодня и следующее Рождество. Следующее Рождество? Мы пели рождественские гимны, на улице лил дождь, и я ждала снега. Мы пойдем плавать? Что-то случилось? Я провинилась. Нет, дорогая, нет. Хитти, помнишь, когда ты болела, к нам приходил доктор? Во вторник. Это я тоже запишу. Как пишется, тошнило. Хитти. Ты сердишься на мои выдумки? Я знаю, следующее Рождество еще не настало. Нет, дело не в этом. Я... Хитти. Я много думала о последние дни. После того, как приезжал доктор. Я думала о том, что... Иногда нам чего-то хочется так сильно. Так сильно. Я не знаю, что мы становимся эгоистами. Пойми, Хитти. Послушай, что я скажу. Знаешь, Хитти, нам не принадлежит то, чем владеют другие люди. И тогда мы должны отдать это любой ценой. Что отдать? Наверное, сейчас не время говорить об этом. У меня голова разболелась. Джули, я тебя заразила. Джули! Давай поговорим завтра. А сейчас пойди. Позови Сару. Или Билла. Да, позови Билла. Сара, Сара, Сара! Джули, плохо! Миссис Бек. Билл! Кажется, Джули плохо! Билл! Доктора Миллера. Билл! Скорее, Билл! В гостиную! Джули, плохо! Доктор Миллер же едет. Он велел ей лежать. Джули, дорогая. Билл, милый. Доктор Миллер уже едет. Билл, я тебя скрывала. У меня больное сердце. Но все будет хорошо. Да, конечно. Это был приступ. Укрой меня. Внезапно. Я помню... Джули. Дорогая, не говори ничего. Полежи тихо. Тихо! Дорогая pilot. Дорогая в injuredanti. Готовара. Дора. Дорогая Дорогая кудри. Билл! Офик! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Билл, друг, это я, Грант. Поедем домой, Билл. Билл, послушай, после похорон прошло уже три дня. Три дня! Мы все очень волнуемся. Сара, Хейти и я. Тебе пора домой, Билл. 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 КОНЕЦ 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 Хватит, Билл. Едем домой. Я встречу. Билл! Билл, вы дома! Сара, Билл дома! Билл! Билл! Билл, вы дома! Все в порядке, Хитти? Да, Билл. Вы не бритый. Борода так быстро растет? Нет, Билл! Билл, вы дома! Вы же давно не спали. С ним так бывает, Джули говорила. Это ничего. Спасибо, что нашли его. Давай помогу. Нет! Я сама. Я умею о нем заботиться. Спасибо. Теперь он дома. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТОВ АПЛОДИСМЕНТОВ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я спросила, и она сказала, скажи, мисс Макмастерс, что меня нет, а вернется Билл и все уладит. Когда Джулия это сказала? Вчера ночью и позавчера. Эдди, жизнь – это не выдумки. По-настоящему, наша Джулия, надо смириться с тем, что она умерла. Нет, она не правда. Рольф, моя лошадка, привозит ее ко мне. Принести Рольфа, чтобы вы увидели Джулию. Хитти, поговорим утром. Мы все рады, что вы дома, Билл. Сара, Рольф, Джули и я. Рольф, моя лошадка. Джулия, 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 Джулия. Он уже дома. Ну, что-то не так. Объясни мне. Он проснулся! Сара, все готово? Да, готово. Я выгляжу хорошо? Замечательно. Дорогая, дай-ка... Нет, я сама. Это тяжело. Я донесу. Я ведь уже большая девочка. Не очень большая, Хитти. Теперь я должна быть взрослой. Да, кто там? Доброе утро. Привет. Привет, Хитти. Пожалуйста, идите в постель. Я подам, Билл. А вы идите в постель поскорее. Ничего, ничего. Вот, ваш халат. Я налью кофе, такой, как вы любите. Ты дрожишь. Дрожишь, как... Я не кусаюсь. Я буду сидеть и есть завтрак. Убери это. Джули сказала... Убери. Смотрите, какая красивая роза. Джули велела вас баловать. Будто сегодня воскресенье. Только газета такая, как в будни. Я звонила мистеру Алину. Он приедет. Что? Что, Хитти? Я ему звонила. Джули думает, что вы... Ты, девочка, знай свое место. Отстань от меня. Цветок – это шутка Джули. Наша с ней. Я этого не вынес, у Хитти. Джули умерла. Оставь поднос. Пусть его заберет Сара. Прости, Хитти. Я вижу ее каждую ночь. Она не умерла. Не так, как вы считаете. Все в порядке? Он зовет вас. Зачем Хитти? Хочет вас видеть и все. Алло, оператор? Наберете для меня номер? Я не очень хорошо умею. Я ребенок. Да. Монтерей, 21-89. Алло. Это Хитти. Можно попросить мисс Макмастерс или дежурную? Хитти. 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 Издалека. Мисс Макмастерс? Джули Бек умерла. Хитти. Я вам об этом не сказала. Она умерла, а Биллу я не нужна. Приезжайте, заберите меня. Хорошо. 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 Хитти, здравствуй. Здравствуйте, мисс Макмастерс. Ты выросла, стала такой взрослой. Можно мне будет ездить на могилу к Джули? Я не хочу просить Билла, а Сара не водит машину. Мы потом что-нибудь придумали. Времени много. Я приглашу мистера Райникера поговорить с тобой. Помнишь его? Думаете, я опять буду лошадкой? Надеюсь, нет, Хитти. Последний раз он сказал, что таким образом дети прогоняют от себя неприятные мысли о том, что любили и хотели. Но дети, вы помните Хитти, да? Привет. Я дам тебе место у окна. Не думала, что ты опять вернешься. Хитти не виновата. Та женщина умерла. Вы еще увидитесь. До свидания. Ты куда? Надо скорее покормить животных. Они по мне соскучились, если не играли все время. Ты не брала их с собой? Я думала в этот раз. Их дом здесь. Животные не любят переезжать. Людям-то все равно. А животным... Ясно. Рольф, это малыш Дики. Оскар, как поживаешь? У меня тоже все хорошо. Хитти, что ты делаешь здесь? Детка, ты плакала. Нет, я никогда не плачу. Поплачь, если хочешь, будет легче. Нет. Хитти, на этот раз тебя приняли. Понимаешь, что я говорю? Это большой шаг вперед. Тебя полюбили. Смерть, миссис Бэк, с тобой никак не связана. Связана. Ну, хорошо, Хитти. Пойдем. Я тебя провожу. Но я еще не хочу идти. Не спорь. Я проверю, как ты устроишься. Идем. Хитти, все в порядке? Я должна присматривать за тобой. Да. Все в порядке, я сплю. Я не могу. Ну, хорошо. Пойдем. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. КОНЕЦ КОНЕЦ Мистер Рольф Я покажу это Биллу? Конечно, ему очень понравится Нарисовать, как будто лошадь курит Или не надо? Биллу не понравится, что лошадь курит Да, и он будет прав Вообще-то Хорошо, если ты будешь показывать все Биллу Помнишь, я учила тебя заботиться о Билле? Чтобы у вас была семья Даже без меня Договорились? Но ты же никуда не уедешь? Не уедешь без меня? Мне, возможно, придется уехать И я хочу быть уверена, что с вами, моими близкими, все в порядке Ну давай, заканчивай его Говорим Биллу пойти плавать Билл пойдет с вами плавать Надя же, все слышал Он с нами Говорим Биллу Говорим Биллу В следующий раз Спасибо за субтитры Алексею ДубЗЫКА Джулия, 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 это я, Хитти. Я переехала, вернулась обратно в приют, туда, где ты нашла меня, где я была. Джулия, помнишь берег моря? Рольф, Рольф, отвези меня к ней. Рольф, она помнит то место. Едем, Рольф, молодец, поехали к Джулии. КОНЕЦ КОНЕЦ Сэм, это ты? Здесь есть кто-нибудь? Сара, вы пришли? КОНЕЦ Да, вас к телефону. Мисс Макмастерс. Мисс Макмастерс. Простите, что беспокою, это мистер Бекк, Билл Бекк. Да, доктор Бекк. Мисс Макмастерс, мне так неловко. Мисс Макмастерс, это можно объяснить нервозностью, усталостью, чувством вины. Но я беспокоюсь о Хитти. С ней все в порядке, а сейчас она спит? Как она? Доктор Бекк, мы проверяем их сон каждую ночь. Здесь 181 воспитанник, и все спокойно спят. Всем усыновителям кажется, что мы... Пойдите. Простите, доктор Бекк. Мисс Макмастерс, вы не видели Хитти? Хитти? Ее кровать пуста, я думала... Я сейчас же приду, доктор Бекк. Я вам скоро перезвоню. Думаю, ложная тревога, я позвоню. Я буду дома. Алло, Грант? Да, Билл Бекк. Приезжай ко мне как можно скорее. Доктор Бекк, это доктор Бекк, тот самый. Уильям Бекк, ее отец, приемный отец девочки. Вы оставили кого-то дома? Да, это мистер Аллен, там его дома. Они часто бегут к усыновителям. Доктор Бекк, я не знаю, как я не уследила. Не знаете, где она может быть? Мы проверяем 72-й шоссе. Где еще? Что на ней было? Не знаю. Проверяют? Она лошадку взяла. Лошадь? У ребенка лошадь? Игрушечная. Она ее вряд ли оставила. Я могу это выяснить. Думаете, она могла взять игрушку? Да. Газеты пишут в разделе происшествий о том, что случается с детьми. Кто леденцом подавился, кто наелся аспирина, кто птицей вылетел с десятого этажа. Хитти умная девочка. Я с ума сходил, потеряв Джули. И если и Хитти... Я отослал девочку, Грант. Если потеряю обеих... Что? Ты говоришь, лошадка? Рольф, ее игрушка. Джули сказала, они познакомились. Мисс Макмастерс! Мисс Макмастерс! Мисс Макмастерс! Где они познакомились? Где Джули увидела Хитти? Где та играла в лошадку? Я вам покажу. Я думаю, там уже искали. Но можно еще поискать. Хитти! Хитти! КОНЕЦ Кто-нибудь сюда! Хитти! Хитти! Скорее! На помощь! Хитти! КОНЕЦ Кто тебя сюда позвал? Что? Кто тебя позвал, Билл? Тебе Джули сказала? Да, Хитти. Джули. Вот видишь? Да, Милла. Я вижу. Я же сказала, она не умерла. Она еще с нами. КОНЕЦ КОНЕЦ На русский язык фильм озвучен по заказу Первого канала. КОНЕЦ КОНЕЦ